Добрый вечер всем! Мы продолжаем наши уроки. Урок Таня, 27 главе, находится по русскоязычным переводам на 155 странице. В прошлой главе была очень важна, и там была первая основа, почему нельзя грустить. Грустить. Мы часто считаем, что грустить – это положительные чувства. Ну, нежелательно каждый день грустить, но в общем, грустить – это хорошо. Хорошо. Спрашивайте, особенно девушки, много из них скажут вам, я проплакала и пропустила. Это неправильно. Я проплакала и пропустила, это означает, что теперь у меня все равно. Было больно, было обидно, что-то у меня не получилось, я плакала и все равно. Но, де-факто, это и есть. Нам не все равно. Если что-то у нас нехорошо – не все равно. Вообще, взгляд Тору все равно не бывает. Не такого «все равно, от чего все равно». Что у тебя не получается все равно? Что значит «все равно»? Мы серьезные люди. Мы должны относиться к каждому из наших вопросов серьезно. Если это проблем – его решать. Если это не проблем – то снимать это из повестки дня. И поэтому вот таком выражении, как «плакал» и стало легче – не нам. Я не отрицаю, что иногда человек должен чувствовать боль и плакать. И плакать. Например, когда человек потерял, не дай Бог, близкий человек, он должен проплакать. Почему? Потому что если он накапливает боль у себя, это взорвется потом. Мы не говорим о взорваться к себе внутри боль. Это тоже не дело. Мы говорим, как разбираться с ним. Дам маленький, очень интересный взгляд. В Тору, напоминаю вам, когда была встреча Йосеф и Вениамин. Написано, что Вениамин плакал о шее Йосефа. И Йосеф плакал о его шее двух, как будто бы у него двойная. На святом языке, как мы говорили, двойная смысл всегда, это очень-очень часто находится. То есть, в выражении Тору это следующее. Бениамин плакал на шее Йосефа, или на плече, как вы говорили, более правильный, недословный перевод. И Йосеф бахал цаварав, а Йосеф проплакал на его шее, как будто бы это там не один, а два. Аль цаварав. И Раши сразу дают комментарий, что они оба были пророки. Они оба имели знание о будущем. Йосеф, Вениамин увидел храм, который будет в Гилгал. Это был такой городок, Гилгал, где построили практически сразу, когда зашли в землю обитаванного храма. Это было на территории Йосефа. И он держался там 300-600 лет. Это не было какой-то короткий период времени. Долго. А потом был разрушен. А потом Йосеф проплакал на двух храмах, которые были разрушены в Йерусалим. Они были на территории Вениамин. А? На территории Вениамин. Колено Вениамин. И спрашивается, Ребе спрашивается, наши Ребе спрашиваются, почему они плакали на чужие храмы? Пусть плакают на своих. Чего Вениамин должен плакать на Йосефа? А Йосеф должен плакать на Вениамин. Пусть плакают, плачут за своих, за своих горе. Отвечает Ребе, плакать за своем не надо. Надо исправиться. Так что не будет разрушен храм. Плакать на себе не надо. Надо действовать. На чужое можно плакать. Другим словом, чувствовать боль чужую поощряется. Это правильно. И человек должен быть расстроен за чужой боль. За свой не надо расстроиться. Надо исправить его. И мы говорили, почему так важно не грустить. Почему это так, ну, в центр внимания? Ну, по-первых, потому что так написано в Тору. Ивду ес Ашем бессимху. Надо служить Всевышний с радостью. И еще написано. Тахат ашер ло йовадето ес Ашем элейкехо бессимху витеблевов. Там написано много-много проклятий всяких разных. И написано, почему будешь наказан, не дай Бог. Потому что вы не служили Всевышнему с радостью и с чувством наполненного сердца счастья. Увытувливов. То есть надо. Хорошо. А почему надо? Почему это так важно? А если я хмурный и одеваю твилин, что в этом плохого? Если я плачу и пробиваю мезузу, что в чем плохого? Плохого в том, как мы говорили, что расстроенности, плач и груст – это холод, это тьма, это клепот. Или если будем пользоваться психологически обычные человеческих слова, быть грустной – это бежать в кровать. Это быть пассивной. Это быть неактивной. Это неисправиться. И вот поэтому мы понимаем выражение, которое часто пользуется – проплакал и прошел. И облегчало. А чего облегчало? Ты что-то делал? Что облегчает? Это не решение плакать. Не надо плакать. Надо решить. Надо быть решительным, надо быть активным. Во-вторых, когда человек находится в расстроенном чувствах, он не готов оставаться в этом чувствах. Он хочет исправить это. И как он исправляет это? Он поощряет себе. Это из детства. Нас родители учили. Когда ребенок получает боль, что родители делают? На шоколаду, на конфеты, на обнимашечки, на поцелуи тебя. Ты какой хорошенький. То есть нас научили с самого детства, что если нам больно, надо заменить это чем-то приятным. А когда мы взрослые, ого, заменить что-то приятное, это уже опасно. Каждый может нафантазировать, как опасно. Замена уже неправильная. Совершенно неправильная. И если человек привыкает, что когда ему грустно, он должен заменить этого, что-то приятного, а когда он взрослый, приятного уже становится совершенно неправильная приятная. Каждый знает по себе. Это лучше не грустить. Это называется, в предыдущей главе, Ребя объясняет, это план животной души. Она направляет вся ее силу для того, что ты будешь грустить, и не только будешь пассивный. Это первая стадия. А ты будешь ошибаться и углубляться в своих недостатках. Ну, например, человек сегодня расстроенный за то, что у него не получилась учеба. Ничего не дошло в голову. И он расстроенный. Он плачет. Он говорит, ну, давай, погуляем ночью. А завтра, что будешь учиться? Нет. Так зачем это надо? Ну, надо облегчить боль. А я говорю, это еще мягко очень, да? Всяких разных бывает. Каждый найдет себе, в чем он расплачивает себе. То есть, это вторая стадия, очень опасная стадия. Мы расплачиваем себе в каком-то что-то нехорошем. И вот эти двух причин соединяются на третья причина, которая с ними начинается вес. Вот это в предыдущей главе. Что за третья причина? Третья причина в том, что у тебя жизнь – это борьба. У каждого человека жизнь – это борьба. Он должен бороться. И как будем загонять двумя борцами на ринг в определенный похожий вес, похожая тренировка. Но если один будет унилый, ленивый, уставший, расстроенный, он не победит, не выиграется. Ему не выиграется. Человек должен крепкого здоровья, крепкая ума, крепкая в ментальности. И тогда у него есть шанс бороться. Или как пользуются сегодня часто вот эти высказывания психологи? Прогонять демона, который есть в голову. Страх его отгонять. Отгонять. Для этого надо быть живой. А если человек занимается постоянно, что критикует себе, и он постоянно расстроенный, то это без шансов. И это касается не только божественных вещами. Все, что мы говорили, это касается деловой жизни, обычной жизни. Обычной рабочей жизни, отношений с семьей. Это касается ко всем, к любому вопросу. После того, что рыбе подчеркнул общей причиной и опасности быть грустной, и почему надо настаивать себе быть радостной, теперь рыбе начинает говорить деталки. И на каждой, то есть причина быть грустной. Вот, берет первый вид груст, и почему не надо грустить, надо воспитывать себе, отталкивать вот этого груст прочь. Вторая причина, почему люди грустны, и как отталкивать этого причина. Вот этих первых, которые мы учили, это в следующем порядке. Так, первый, это жизненные бытовые причины. Меня больно, я нездоров, жена не такая, жена нездоровая, не дай Бог. Детей не такие, детей нездоровые, папа, мама, машина полетела, с работы уволили. Бытовые жизни. И нельзя говорить, что это не важно. Это важно. И нельзя говорить, что не надо обратить внимание, потому что Тору дала нам обязательство заботиться о себе и заботиться о нашей семье. Так как я могу сказать, что это не важно? Важно. Мы не говорим сейчас о потери, которые имеют отношение к нашим удобствам. Можно их не иметь, ничего страшного. Получается. А когда это бытовые вопросы, которые нам, ну, без них тяжело очень. Как я могу прогонять чувство боли? Чувство того, что горка меня. Чувство расстроенности. Как? Как это делать? Говорит Ребе, первый, ты должен понимать, что ты должен. Есть много причин, как ты можешь объяснить. И надо подходить к каждому вопросам индивидуально и попытаться себе успокаивать. Но есть общее объяснение, которое ты должен себе добывать в голову. Все, что Всевышний делает, делает это к добру. Ты не понимаешь, как того, что произошло с тобой, это добро. Не понимаешь. И ничего страшного. Ты должен себе объяснить и знать четко, что если ты это не понимаешь, это потому, что это приходит отскрытная божественность, которая выше, чем открытая. И ты должен понимать, что Всевышний, который от Него плохого не бывает, Он внимание взял на тебя. И ты должен понимать, что как-то это закончится хорошо. Как-то. Но ты должен это чувствовать. И причина грусти не имеется. Наоборот. Если человек становится грустным из-за этого, он не вылезет отсюда точно. Почему я так говорю? Ребе очень красиво объясняет. Есть такая поговорка, очень старая. На Идиш это звучит следующее. Трах гуд, вет зайн гуд. Думай хорошо, будет хорошо. Какой-то чудо такое, магия такая. Думай хорошо, будет хорошо. Нет. Ребе говорит, когда ты настраиваешь себе к добру, ты настраиваешь, ты притягиваешь к себе добро. Когда ты притягиваешь к себе грустность и какие-то депрессии, какие-то чувства, что у тебя неудача, ты притягиваешь к себе вот эти случаи. Мы сейчас не говорим только о божествах, мы говорим просто о жизни. И посмотрите, вокруг себя люди оптимальные, какой-то с оптимизмом, они притягивают к себе удачу. От тех, которые постоянно какие-то мрачные, ничего не получается. Ничего не получается. Поэтому это основа. Ребе типа не начинает разбираться, ты знаешь, а если ребенок болеет, как мы будем теперь относиться? А если жена болеет, как теперь будем относиться? Нет. Ребе не входит в этом положении. Он доверял умные люди в каждом поколении, которое будет садить с тобой, сочувствовать тебе, но объяснить тебе, что, слушай, надо выходить из положения. Ребе говорит девиз вот. Взгляд, куда идти? В сок добру. Прогоняй этого грусти. Не стоит. Это первый случай. Второй случай, о моей провале. Я грешу. Я делал плохие поступки. У меня за них горка. Тут Ребе говорит, не прогонять. Не махни руку, а так не дать. Ничего страшного. Нет. Твои ошибки, это твои ошибки. Но не сейчас. Не сейчас. Давай начнем объяснить это по Тору, а потом по жизни. Если человек расстроен он очень сильно, потому что, что он нарушил субботу. Он, не дай Бог, ел в Йом-Кипур. Он ел хамец в Песах. Ему это прям как я мог так вести себе. Правильно. Но не сейчас. Ночью перед сном назначим время, подумаешь, раскаиваешься и продолжаешь жизнь. Днем не надо. Помните причины какие? Помните три причины основные, которые нам нужны? Сыр бороться в жизни. Второй. Не попасть в желание расплатиться за мои неудачи и не быть расслабленной. Вот 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 этой причиной. Не надо грустить днем. Это не время. А почему когда у меня появляется желание раскаиваться? Почему я должен прогонять это? Давай раскаиваемся. Нет, 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 говорит Равен. Это желание это желание не божественная душа, а животное. Она это хочет. Теперь давай, если хочешь проверить это, давай вечером, перед сном, начинай будить у нее желание раскаиваться. Увидишь, что она не хочет это. Теперь она не хочет раскаиваться. Она хочет днем раскаиваться, не вечером раскаиваться. Почему? А теперь зачем? Вот она будет спать, зачем она надо? Когда мы говорим о битовой жизни, допустим, человек выгнал из работы. Почему? Потому что он провел работу. Он вьел себе плохо. Он дел работа плохо. Он позорил компанию или позорил себя. Что мы скажем ему? Да, не думай об этом. Да нет. Четко ты должен понимать, в чем твой проблем. Почему? Принимать урок и в следующий раз не делать это. но когда ты днем должен искать новую компанию, где работать, не надо теперь плакать. Не время. Ночи закончил день, вместо что сидит как глупый, с бутылкой пива напротив экрана и смотрит футбол, думая о твоих ошибках. пойми, где ты ошибся и исправь себя. А днем давай посвети к твоему развитию. Не надо сейчас днем разбираться собой. Давай разберемся собой ночи, когда ты никому не мешаешь. Иначе будешь расстроен днем, не только что не будешь развиваться и не только что ты будешь сломан, а еще не дай Бог будешь решить расплатиться себе и пойдешь в какое-то место бухать или просто ничего не делать. Не надо ни время. Глава 27 продолжает еще два варианта, имеющие сопричину груст. грустить. почему Рэба считает, что это не причина грустисти. Первое, человек расчарован от себя. Почему он расчарован от себя? Он не понимает, как может быть так, что он правильный еврей, ходит в синагогу учиться в коллекторах пять раз в неделю, еще приходит в субботу на молитву и остается на форт Брэнкина. И у него появляются какие-то мысли, делят такие глупости, что это недостойно. Недостойно. Не только, что это недостойно ему просто в жизни. Он сидит и учит в школе. И вместо того, что концентрироваться на урок, голова летает где-то непонятно куда. И он начинает себе расстраиваться. Что это за человек я? Не могу я удержать себе мыслей нормально. И быть концентрированной. И быть ответственной. Я прихожу на молитву в Рожа Шана. Вместо того, что укунуться в чувства в Рожа Шана, я начинаю лететь какой-то непонятной мыслой. Я чувствую себе недостаточной. Я неправильный. И он комментирует себе следующим образом. Почему у меня появляются этих мыслей, значит я недостаточной и недостаточной и недостойной. Недостаточной и недостойной. и у него это расстраивает. То есть тут мы не говорим о ошибке. Совершилась ошибка, надо исправить. Тут мы говорим о вмешательстве. Я ожидаю от себя быть лучше, чем я. Я есть на сегодняшний день. Я ожидаю от себя больше быть концентрированной, больше быть серьезной, более быть ответственной. А у меня непонятно, где летают мысли и желания какие-то непонятные. Говорит Ребя, извини, дорогой, ты себя слишком высоко ценишь. Это твои мысли. Почему? Потому что ты грязный. Потому что ты обычный грешный, обычный человек. и у тебя такие мысли должны быть. И расстраиваться тебе без причины. Ты должен ими прогнать. Не грусть, а мысли. Расскажу. Был очень великий хосед у Ребя Раяц. очень известный. Звали его Реб Итше Итше Итсхак. Его фамилия была Гуревич или Гурвиц. Гуревич. И его кличка среди хоседов была Реб Итше Др Масмед. Масмед это человек, который постоянно учит. Он не прерывается из учебы, постоянно находится в книгах. Называли его в кличке постоянно тот, который постоянно учится. Ребич Др Масмед. Он был великий хосед, о нем Ребе говорил, Ребе Раяц говорил, в реальное время, что он в состоянии Бенуни. В состоянии Бенуни большой человек. Моего учитель въещи и Ребе Мен Футов вас учил его тоже. Моего было три учители и один из них. Мискал калит. Однажды его друзей хоседов устроили фарбренген в полуподвалных помещениях в Варшаве или в Отводск, это пригород возле Варшавы. Один из этих мест. Ждали его, он пришел, все обрадовались. Фарбренген с ним было что-то огонь такой. Он сидел несколько минут и говорит, тут что-то нечистое. Встали и ушел. начали проверять. Оказывается, что этого помещения было до недавнего времени бордел. Хоседов начали спрашивать, что такое. Ты уже перешел фазу из Бенуни в Цадик? Ты уже чувствуешь, у тебя предчувство какое-то? Ты чувствуешь, нюхаешь грязь? Как это так? Ответ был, а следующий нет. Он Бенуни, он знает, что у него появляются разные мысли, которые не в законе Тору. Появляются. Но он их прогоняет сразу. Но он знает, на каких мыслей он достоин. Какие мысли должны влезть к нему в голову. мыслы, которые он начал получить, не его вымя. Его мозг не думает о таких мишей. И он поэтому думал, что это грязное место. Он не знал, что там было. Вот такие мысли к нему не попадают. мишей. Рамбама говорит, что человек должен жить среди правильных людей. И Рэбэ Раяц объяснил, что надо очистить воздух. Мы живем в Кривом Роге. Мы понимаем, что такое нечистый воздух. Есть духовный нечистый воздух. Когда ты находишься среди грязных людей, у тебя лезут мысли грязные. Мысли тоже лезут в голову. Когда ты среди хороших людей, хорошие мысли, у тебя другие мысли в голову. Но мысли точно попадают. И решение к ним это прогнать их, а не грустить. Один из по-моему это было когда ушел из жизни очень великий праведник. Кажется это был Рим из Гор. Это был такой. И хасидов спрашивали его, не, наоборот, это был один из хасидов до него. Хасидов спрашивали это ребе, на какой праведник привязаться. Кто станет нашей будущей ребе? Говорили им этого великого праведника. Спрашивайте у любой праведник. Один вопрос. Как справить нечистые мысли? Если он попытается вам ответить, уходите от него. Он нехороший учитель. Первый, который вам скажет, это неисправимо, надо бороться с ними. Вот с ними сидите. То есть другими словами. Мислы мы не контролируем. Мы контролируем решение, дальше о них думать или нет. попадают в мысли. Но продолжать о них думать, это наше решение. Принимать их в первый раз не наше решение. Поэтому Ребе говорит, когда попадают к тебе мысли, твоя задача это их прогнать. Они начинают грустить. А? перестать думать о них. Можно, можно, можно. Прогнать? Просто перестать о них думать. Думать о другом. Да? То есть нам так лен стало, что мы не боремся уже. Мы принимаем как есть и начинаем думать, что получается. Ребе говорил, что мысли это такая штука, что она очень-очень если ее не контролировать, она перевращается в распушенный грязный лес. Распушенный грязный лес. Почему мысли так важны? Мысли это тоже один из одеяния. Представь себе так написано, что одеяние деловое, то есть пользоваться делом, это как рабочий халат. Вот какая-то форма. Сварщик одевает форму, там каменчик одевает форму определенную, одежда, которую он не боится пачкаться. Вот это дело. Представь себе, что речь это деловая, деловой пиджак, а мысли это шелковые одежды. Попадаешь чуть-чуть что-то грязное, может, выкидываешь, невозможно. когда мысли распушены внутри грязи. Это самое-самое нехорошо. Когда начинаешь распушивать, распустить просто мысли, бегать куда хочет, то там бардак, там ничего хорошего. Надо уметь просто контролировать себя. Поэтому это очень важно. перехожу только к обычной жизни. Обычная жизнь это означает след души. Мне лезет разных мыслей. Я начинал, допустим, свой новый план рабочий. Мне влезет всяких разных мыслей. А может быть другое. А может быть сюда. А может быть вот так делаем. Ты говоришь, зачем ты меня мешаешь? Я принял решение. Иду в решение. И постоянно всяких разных еще идея, еще такая идея. А мы знаем. Человек должен ставить перед собой цель. Когда поставлен цель, надо идти. И не начинать сомневаться. И он постоянно выкидывает всяких разных сомнений. И этих сомнений избывает его из пути. И он начинает себе чувствовать, чего я такой нерешительный. Ответ просто не думай об этих мыслях. Просто их прогонять в сторону. Рабмон Фудов вас однажды рассказал, что когда они были в тюрьме, он был долго, 12 лет, если не ошибаюсь. Когда было еще время Сталина, они дали им даже нормальный не только есть, а жить нормальный дали. Не выпустили даже гулять из камеры. Прямо издевались над ними. Когда была смена, то первые много отпустили, а заключенные начали чуть-чуть расслабиться над ними давление и издевательство. В камере, он говорил, могли найти любой человек. Там были и профессора, там были и врачи, там были всяких разных. И он говорит, иногда мы встречали очень интересные интеллектуальные беседы в комнатах. Один из его камер жил с ним человек цирковой из цирка. И он был гимнаст. И он ходил на веревку на высоту. А Мендель что, разве был когда-то на цирке? Ни разу не видел. Зачем ему ходить в цирк? Потому скучно в жизни. А он рассказал, что он способен ходить на канат, на веревку. На канат. с высотой 12 метров или 20 метров, я не знаю сколько, 5 метров, неважно. Рабмен говорил, что ты прикалываешь. И в камеру это стало просто одна из посмешивающих беседе. когда он говорит, я могу. А Рабмен говорит, вот ты прикалываешь. И все просто смеются. Когда Сталин умер, он пробежал первых надзирателей и говорил, я хочу чуть-чуть веселее делать. Пропустите нас на воздух, тяните, пожалуйста, канату, я похожу и всем покажу какое-то, ну, какое-то, что-то. Развлечу их. Развеселюсь. Они соглашались, тянули канатой, он сразу побежал к Рабмен и говорит, ты посмотри, только не пропускай. Я говорю, я буду смотреть. Он лез вверх и начал ходить туда и обратно. Когда спустился на крик Мура, он побежал первый к Рабмен он же издевался над ним долго. Говорит, ну, молодец. А ты понял, как я это делал? Он спрашивает. Он говорит, я не понимаю, как ты это делаешь, но я вижу что-то очень интересное, что когда ты поднимаешься на канаты, ты очень напряженный, потом ты смотришь вперед и начинаешь ходить и ты расслабляешься. Как только у тебя путь заканчивается и тебя нужно разворачивать, ты напрягаешь очень сильно, развернулся, смотришь вперед и идешь. Ты уловил весь смысл. Тебе нужна точка, куда ходить. Когда у тебя есть цел, все идет гладко. Когда ты заканчиваешь цел, у тебя нету, ты утерял цел, все разбито. И он нам это сказал, в молодости я помню, надо добывать цел, надо поставить делок и цел и туда идти. И человек жалуется, что у меня постоянно какие-то посторонные мысли меня сбывают. Что мы говорим? Не надо расстраиваться. Это есть мысли прогоняй их. Не дай мешать. Просто не дай мешать. Почитаем несколько строков, потом остановим. Парк Ховзайн, 26 глава, 17 глава, 17 глава, 18 глава, 18 глава. Ваим Хо Ацвус Эйну Медага Савойнас, а если Груст приходит ни из Бережеванья Огрихов, Эла Откуда это приходит? От сомнительной мысли, грешной, нехорошей, и даже желания к злу, которое попадает ему в голову. Делать что-то неправильно. И не им нуполот ло, шо ло бешасу аввейду, а ле баес искои баас соков ведрех эрец в хайгавна. Аде Рабе есть ло илесмо ях бахелко. Если этих мислей это первый вариант. Если этих мислей попадает к нему, когда он просто гула ё или работающий, или отдыхающий и прочее, он должен, наоборот, радоваться. Почему радоваться? У меня попадают нехорошие мысли. Почему, если смоях бехелкой, он должен радоваться в себе, в его часть жизни? Почему, если смоях бехелкой, он должен, наоборот, радоваться в себе, в его часть жизни? И в его часть жизни? Написано в читании «Шума», мы читаем это два раза в дин, три раза, если те, кто тоже читает это, еще перед сном. И там написано так, не выглядывайте в сторонам, вот не надо идти за глазами, которые вас направляют. Почему глаза? Почему глаза? Мудроцов сказали, что есть три ворота к человеку. Глаза, ухом и рот. Самые опасные – это глаза. Глаза, ухом и рот. Глаза видят. Глаза видят. Теперь хочется. То есть найдем какой-то африканский племенный, который никогда не видел цивилизации. Какой-то мужик, он скажет, что я хочу майбах. В чем? Даже не видел, что это такое. Жигули не понимает, что это такое. Ему не надо. Увидел – надо. То есть увидишь – опасно. И поэтому Тора предупреждает нас – не идите за глазами, не отвлекай себе мыслами. Я должен радоваться, что у меня совпадает возможность выполнять просьбу Всевышленной, не отвлекать себя. И я должен выполнять эту заповедь с радостью. Когда? Когда? Это сверху, внизу, 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 вверху. Хорошо. Ребята, умея заканчиваем на сегодняшний день. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.